Интеллектуальный поединок прошел в рамках международного турнира имени Карпова. В перерыве между играми именитые шахматисты приехали в Нефтьюганск на сеанс одновременной игры. Разрешите мне, депутата Думы Хантамансийского автономного округа Владимира Николаевича Семенова, о всех депутатах, поздравить вас сегодня с таким праздником шахмат. Пожелать вам, ребят, удачи, красивых партий мамы, хорошего настроения и теплого лета. Суть одновременной игры в том, что один профессионал играет против нескольких любителей. В этот раз противниками гроссмейстеров из Китая и Индии стали воспитанники Школы развития 24, их родители, педагоги, а также приглашенные ветераны и инвалиды. То есть никто никому не поддается, игра на честных условиях происходит. Играют два гроссмейстера. Ван Хао – китайский шахматист, победитель юношеского турнира в Якутске, Дубае, Куала-Лумпур, Рикьявике, чемпион Китая 2010 года, а также Сашикиран Кришнан – чемпион Индии, Азии, участник девяти олимпиад. Шахматы – это же основа точных наук, способствует развитию ребят и способствует тому, что они легче и успешнее учатся в образовательных организациях, то есть осваивают основные предметы. Именитые гроссмейстеры признались, что пока среди любителей их никто не обыгрывал. У индийца Сашикирана только однажды была ничья, но про наших ребят говорят, что потенциал есть. Это дети. Они только начинают играть, и они учатся играть в шахматы. Чтобы обучиться этой игре требуется очень много лет, требуется настойчивость. Надеемся, что в будущем увидим этих ребят на международных соревнованиях. Семилетний Данил Зинуров два года занимается шахматами. Он неоднократный победитель городских и заочных международных турниров. Говорит, хотел обхитрить гроссмейстеров, но получилось наоборот. Я хотел, чтобы он стоял сам, чтобы срубить моего ферзя, а он не срубил моего ферзя. Он срубил моего ферзя, и я его срубил ферзя. И потом получился бы шаг, и ему пришлось бы убегать. До последнего не сдавалась и воспитатель Айсилуха Физова. Она играет с трех лет. Но с шахматистами такого уровня за одной доской встретилась впервые. Я понимала, как они играют. Просто уровень у нас разный. Боролась, как могла, старалась. Не сдаваться до конца. Итог встречи – награждение. Всем участникам вручили грамоты. Также каждый из гроссмейстеров выбрал, по их мнению, сильнейших противников и вручил им подарки.